Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. В Самарской области отказались от проведения первомайской демонстрации. Такое решение принято на седании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Праздничную атмосферу в регионе все же постараются создать. Губернатор Дмитрий Азаров предложил создать локальные площадки в парках и скверах. Это позволит избежать массового скопления людей и нарушений социальной дистанции. Затопленный подвал, сильная влажность и нестерпимый холод. Жители 10-го дома по улице Теннисная уже больше недели пытаются добиться устранения коммунальной аварии. При этом службы только перекладывают ответственность друг на друга, жалуются жильцы. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». В квартирах ужасный холод, а в подвале потоп и так здесь уже больше недели, рассказывают жители. Говорят, неоднократно обращались в ответственные службы, но кто в итоге должен устранить проблему, не ясно. С 19-го числа я увидела протечку, открыла люк, все течет. Мы позвонили с соседями в аварийную службу, приехали, сказали, мы тут делать не будем, здесь большая работа, надо менять трубу. Максимум, что можем перекрыть. Но мы оставили до утра, думали, люди сейчас работают, дети надо кормить. Буквально утром пришли с весоля, сказали, что это не наш, это водоканал. Водоканалу звонили, сказали, мы этим не занимаемся, в подвале должны делать ваши управляющие компании. И вот на протяжении всей недели я, Катерина, соседка, звонила, я ходила к ним и утром, и вечером, на что они говорят, ищите или соседи, и обращайтесь в водоканал. По словам жильцов, все это время коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, а проблема лишь усугубляется. Пригласили аварийную, попросили, чтобы они хотя бы перекрыли воду в подъезде, чтобы вода не интекла в подвал. Нам сказали, что даже если в подъезд перекрыть воду, она не прекратит течь, потому что пробоину, видимо, где-то раньше, перед подачей. Это нужно обращаться в СКС. Сказали, что заявку нашу передадут. На следующий день или через день мы звонили в СКС, нам сказали, что никакого письма, никакой заявки у них нет. Мы звонили в РЭО, дозвониться, к сожалению, не смогли. Мы сейчас боимся, что прорвет еще сильнее, будет течь вода еще сильнее, а впереди 10 длинных выходных, они нас просто без воды оставят. Или же вот с такой проблемой. Комары полетят, тараканы просто пешком гуляют по дому. Жители рассказывают, капремонт в доме провели в 2016 году. Тогда заменили все трубы, в том числе водопровод и отопление. Правда, ремонта, по-видимому, хватило ненадолго. Да и других проблем здесь немало. Крыльцо рассыпается, а листы кровли от ветра вот-вот рухнут на землю. Люди уже не знают, куда обращаться и надеются, что их услышат и помогут решить проблему. Дмитрий Павлов, Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. В регионе подтверждено еще 183 случая коронавируса. Больше всего новых пациентов в Тольятти, 57 человек. 30 в Самаре, 17 в Сызрине. 161 пациент обследован с диагнозом неболичная пневмония и ОРВИ. 22 при профобследовании лиц, не имеющих проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе выявили 60 988 случаев коронавируса. Из них 58 093 пациента полностью выздоровели. Увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией. До 1463 человек. Жертвами ковида стали еще 14 наших земляков в возрасте от 48 до 92 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. 140 несчастных случаев и 46 погибших на рабочем месте. Это статистика травматизма в самарских организациях по итогам года. При этом отмечено почти в два раза увеличилось количество групповых несчастных случаев. Если в 2019-м их было всего 9, то в 2020-м уже 17. В преддверии дня охраны труда представители надзорных ведомств и предприниматели подвели итоги работы. Обсудили, с какими трудностями пришлось столкнуться работодателям в период пандемии. Какие меры пришлось применять и какие нововведения ждут в ближайшее время. Проверка была проведена в два с лишним раза меньше, чем, например, в 2019 году. Были исключены плановые проверки, особенности проведения для внеплановых проверок. Но мы были перенацелены на профилактическую работу. И выдано было работодателям более чем 12 тысяч предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. У нас 40 новых правил по охране труда, 40 единиц введены в действие. И возникают вопросы по обучению по охране труда в связи с введением этих новых норм и правил. Могу заметить, что речь об обучении не стоит, речь идет о проверке знаний в части тех новых правил по охране труда, которые введены. То есть, если работник не входит в те нововведения, которые введены в этих правилах, он не должен проходить проверку знаний. Два человека пострадали в результате ДТП. Авария произошла около 4 часов утра в Борском районе. По данным ГИБДД, 36-летний водитель вазовской легковушки превысил скорость, не справился с управлением и машина съехала в кювет. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легковушки. Их доставили в больницу. В Самаре с начала года составлено более полутора тысяч административных протоколов на любителей оставаться в тени. Ежедневно в областной столице выявляют порядка 60 автомобилей, на передние стекла которых нанесена тонировка, которая не соответствует требованиям безопасности. В ходе очередного рейда госавтоинспекции, жизнь в новом цвете смогли увидеть десятки автолюбителей. Павел Бымаков продолжит. Буквально несколько минут и на площадке выстраивается очередь из тонированных автомобилей. Разглядеть, кто находится по ту сторону стекла, порой непросто. Пленка настолько темная. Более точный вердикт удается вынести с помощью специального прибора, который измеряет светопропускаемость покрытия. Если речь идет о лобовом стекле, она не должна быть менее 75%. Передние и боковые стекла должны пропускать минимум 70% света. Смотрите, либровка прибора 100%. 100%. Теперь прикладываем к стеклу. Светопропускаемость 49,5%. Прибор точно фиксирует отклонение от нормы более чем на 20%. Автолюбителю грозит штраф в 500 рублей. Кроме того, инспектор может потребовать устранить недочеты на месте. Не желая тратить времени, многие водители все же решают попробовать увидеть мир в новом свете. Тем, кто все же решил пока оставаться в тени, выносят требования устранить недочеты в ближайшее время. Но это уже на свой страх и риск. На очередном посту ДПС автолюбителя снова могут остановить. Но во второй раз наказание будет уже более суровым. По словам полицейских, это не их прихоть и желание потратить время автолюбителей, а установленные законом правила безопасности. В условиях плохой погоды, да и просто в темное время суток тонировка начинает работать против водителя. Обзор ухудшается в разы. В ходе рейда автомобилистам напомнили и о правильной перевозке детей. Хочется напомнить родителям, что перевозить ребенка нужно обязательно в детском удерживающем устройстве до 12 лет. Покупать детское удерживающее устройство нужно обязательно в специализированном магазине. Ну и еще хочется напомнить, чтобы не пользовались не сертифицированными товарами. Если в магазине продавец не может предоставить вам сертификат детского удерживающего устройства, я думаю, что такое детское удерживающее устройство не стоит выбирать. Всех участников дорожного движения инспектора призывают быть внимательными, взаимовежливыми и соблюдать правила безопасности. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Стрельба из стабильного оружия, преодоление полосы препятствий и командная гонка в Самарской области наградили победителей конкурса среди подразделений военной полиции Центрального военного округа «Страж порядка». Состязания проходили на полигоне «Новая Бинарадка». В конкурсе приняли участие военные полицейские из 10 регионов по Волжье, Урала и Сибири. Конкурс проходил в четыре этапа. Бойцы соревновались в меткости преодолевания полосы препятствий, задерживали условных преступников, а также патрульные наряды участвовали в гонке на автомобилях. Военнослужащим предстояло преодолеть трассу в 7 километров. По итогам окружного этапа конкурса первое место заняла команда военной комендатуры из Омска, которой предстоит принять участие во всеармейском этапе международного конкурса «Армия-2021» «Страж порядка». Более полутора тысяч студентов со всей страны в этом году примут участие в проекте «Ялта-2021» и войдут в состав Всероссийского студенческого сводного сервисного отряда. В стороне не остались и студенты из Самарской области. В апреле в регионе на базе профессиональных образовательных организаций были сформированы шесть студенческих сервисных отрядов, первый из которых во вторник утром отправился в Крым. В течение месяца они будут работать на объектах туристической инфраструктуры в Ялте. Накопленный опыт поможет им уже сейчас изучить азы будущей профессии. Всего в проекте представлено более пяти направлений, в том числе строительство и транспорт. «У них есть уникальная возможность, во-первых, на практике проверить свои знания в реальной обстановке, во-вторых, получить свою первую зарплату, причем достаточно серьезную. И это, конечно же, большой и воспитательный проект, потому что ребята отправляются действительно отрядом, для них проводятся различные сплочающие мероприятия, культурно-массовые мероприятия. Сейчас у нас начинается период практики, я учусь на специальности туризм, поэтому еще раз повторюсь, что это несомненный опыт и во время практики, и вообще в целом для будущей моей профессии. Поэтому, надеюсь, все получится в дальнейшем». Ушла из жизни ветеран советской и российской торговли, заслуженный работник Министерства рыбной промышленности СССР, легендарный директор ООО «Океан» Санья Ибрагимовна Софья Ильинишна Каюмова, 1932 года рождения. Траурные мероприятия состоятся 28 апреля. В 11 часов вынос тело усопшей по адресу город Самара, улица Вилоновская, 1А. Затем она будет похоронена на старом татарском кладбище. Телерадиокомпания «Скат» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной. Искренне сочувствуем вам в этот трудный скорбный час. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите наши новости на канале YouTube, на ваших экранах QR-код, сканируйте вы камеры приложения. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok